Самое правильное будет перед программой сделать дисклеймер Голодному не смотреть Да он знает, он не стесняет Ты же не стесняешься? Да Я уже сказала первое Привет, друзья, привет вам, уважаемые зрители Программы Диппер Делает Готовка дым ламе Это обряд Это невероятно И сегодняшний выпуск я хочу целиком и полностью посвятить тому, чтобы пощелкать в ваших головах дофаминовыми тумблерами Все, бульон фантастика Из какого-то прекрасного красного окуня на березовом соке Гастро-приключения продолжаются Сегодня хочу вам предложить нечто необычное Первая проба Это предвкушение счастья А вот зира работает У нас тут рыбалка, ребята Кусто уже Знаете, когда повар аппетитный ест, это дорогого стоит Это очень вкусно И косточек нет Шутка В традициях Узбекистана это блюдо подается на Легане Вот на этом круглом блюде Посмотрите, сколько народу пришло приобщиться к спаржевой культуре На 170 килограмм должно получиться Это вы на рекордный какой-то идете? Да, мы идем на рекорд Особенная гордость от того, что здесь, на нашей русской земле, делается вот такой практически французский деликатес Я сегодня хочу познакомить вас с удивительным кушанием, которое подарили миру французы Улиточка свежая, прекрасная Она не знала, что мы ее заберем с собой Она же живая Живая А ты хочешь ее подваривать Вот так выглядит эскарго-эскарго Выбирайте ударение сами Сейчас мы узнаем Мне почему-то показалось, что вот эта белочка здесь не случайна Может быть, это душа Люсьена Оливье, которая вдруг появилась, услышав свое имя Прямо здесь, на глубине 2 метра, лежит человек, который изобрел салат Оливье Вот тот Оливье, который был, который сам Люсьен унес с собой в могилу Я думаю, что его уже никто не восстановит То есть вот прямо взять вот так вот и съесть Вот возьми и съешь Ну ладно Ну ты съешь лепестки, а я с тебе люблю И ты вот это ешь? Да, и ты это будешь сегодня тоже ездить Ребят, я тоже это сегодня попробую Это лук Попробуем лепесточки Прошу, что никого нет Будет голодное время, не дай бог, я шучу Вот такую штуковину можно очень здорово есть, использовать для здоровья У нас ведь гастро-приключение, правда? Меня забавляет одна удивительная штуковина Помните знаменитый диалог профессора Преображенского и доктора Барменталя И говорит, а сейчас мгновенно вот эту штучку Вот мне очень интересно, какого вкуса эта закуска Чем таким угощали в доме Филиппа Филипповича Преображенского Вот он, ресторан «Славянский базар», друзья Вот посредине того самого зала, где кормили разными вкусностями в ресторане «Славянский базар» Вот здесь, посреди этого зала, вот тут вот, где вырос этот лес Здесь обедал Чехов, Римский Корсаков Здесь были министры наши российские и разные иностранные вельможи Это был первый в Москве ресторан русской кухни Это горячая закуска, которая, по мнению профессора Преображенского, идеально подходила водке Да, это должно быть быстрое блюдо, потому что там наверху сидят купцы, министры Сидит какой-нибудь бунин, потому что в этом ресторане отдыхал и он Сидят и ждут вот эту самую закусочку Первую из московских закусок в ресторане «Славянский базар» Я обещаю вернуться и сделать с Валентином еще какой-нибудь рецептик Ребята, мы прощаемся, потому что еще остался Оливье, а Новый год еще не скоро